МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Бабилия-то закончилась, а вместе с ним и уличные мероприятия прячутся от дождя под крышу. Эти выходные, пожалуй, последние, на которых проходят масштабные ярмарки под открытым небом. Поэтому сегодня несколько слов о них. 21 сентября в Шуе на Центральной площади с 9.00 до 14.00 будет проходить осенняя ярмарка. Запланирована продажа фермерской продукции, выставка поделок, концерты, различные игры. Интересным будет малышам, их родителям, ну и, конечно, бабушкам и дедушкам. Еще одна ярмарка состоится в поселке Савино. Она стартует в 9 утра. Там будут и торговые, и ремесленные ряды, а также туристическая и детские площадки. А вот 22 числа в воскресенье осенины пройдут в Крадиционно-методическом центре в Иванове. Организаторы приглашают не только зрителей, но и участников мероприятия. Им можно принести то, что выросло на грядках, закрутки и различные кондитерские изделия. Участие совершенно бесплатное. Если не хотите участвовать, приходите посмотреть и приобрести что-нибудь выращенное с любовью и заботой. Об остальном расскажем поподробнее. Эти выходные станут премьерными для приключенческой семейной сказки «Тайна печати дракона». Этот фильм – совместное производство России и Китая. В продюсерах числится сам Джеки Чан. Этот фильм – сказка, жанр, который очень мало представлен в современном кинематографе. Сказка красивая в современном стиле, со спецэффектами, но тем не менее сюжет вот именно такой сказочный. Этот фильм стал самым дорогим в истории российского кинематографа. Его бюджет составляет 49 миллионов долларов. Ну и как минимум интересно посмотреть, как, собственно, денежные фильмы выглядят в российском прокате. Создатели фильма уже зарекомендовали себя при производстве картины 2014 года «Вив 3D». Сюжетная линия фильма логически продолжает прошлую историю и связана она с жизнью главного героя британского картографа. У зрителей будет уникальная возможность на широком экране увидеть поединок двух легенд – Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. В воскресенье в 12 часов в Музейно-Высочном центре состоится мастер-класс совместно с медиа-студией «Люти». Их будет два – это мастер-класс по созданию мультфильма в технике «Перекладка» и мастер-класс по детскому блогингу. Стоимость этих мастер-классов – 200 рублей, и на них обязательно предварительная запись. Информацию можно получить по телефону 413809, либо по телефону, указанному на сайте и в социальных сетях. Магия существует в мире, где цирк правит балом. Здесь жизнь и пламя, риск и смех – это лучшее, что видели люди. С 21 сентября впервые в Иваново Большой Варшавский цирк представляет шоу «Слонов». Невероятно, незабываемо, немыслимо. Приключения не для слабонервных. Империя квестов приглашает любителей пощекотать нервишки, познакомиться с привидением Элизабет. История такова. У маленькой девочки умирает мама, потом при загадочных обстоятельствах погибает и она сама. Отец кончает жизнь самоубийством. Задача для участников квеста – распутать это дельце. И нужно выяснить, что же такое все-таки случилось в этой семье. Какая-то загадка, почему все они оказались мертвы. И сама Элизабет, будучи привидением, так и осталась в доме. И теперь никто в дом не заходит, но герой наш туда попадает, и им нужно выяснить, кто же ее убил. Расследовательские навыки пригодятся, как и стрессоустойчивость. Героев постоянно будет отвлекать привидение, которое вовсе не кажется безобидным. Понравится тем, кто погряз в рутине. Когда я сюда пришла, мы тут прокричались, проорались. На адреналине мы как-то все почувствовали. Мне потом захотелось почему-то смотреть эти ужастики, чувствовать опять адреналин. Опять хочется сходить и посетить какой-то квест страшный. Здесь, кстати, есть еще один. И как-то хочется еще это чувствовать дальше. Я приглашаю вас в это воскресенье, 22 сентября, в 2 часа дня в Музее промышленности и искусства на экскурсию по культурно-просветительному проекту «Густав Климт. Золотой поцелуй». На выставке представлены очень разноплановые работы. И они позволяют не только узнать о том, что есть модерн и почему он важен и моден до сих пор, но и проследить вклад каждого из этих художников в мировое искусство. На этих выходных любителей сериалов ждет культурный праздник. В городе во второй раз пройдет фестиваль «Пилот». Зрители и гости смогут увидеть 17 пилотных серий отечественных сериалов до их официальной премьеры. Билеты на показы уже сейчас можно получить на информационной стойке кинотеатра «Лотс». Запланирована и красная ковровая дорожка, и приезд звезд. Победители и зрители определят путем голосования. Не пропустите. Качественные сериалы на большом экране, да еще и премьерные серии – это настоящий подарок на выходные. 21 сентября в городе Иваново официально состоится мероприятие по закрытию байк-сезона. Мы собираемся проехать мотоколонной от северного аэродрома до южного аэропорта. То есть, как бы, показать людям, что вот сезон мотоциклетный закрывается, и состоится также праздник у нас. Там будут выступать рок-группы, также будут конкурсы. То есть, ну, приходите, будет достаточно весело. Продолжаем наш дайджест выходного дня. 21 сентября состоится Всероссийский день бега в парке 1905 года. Начало стартов в 11.45. Кросс-нации – традиционное и очень зрелищное мероприятие. В этот день бегут тысячи ивановцев и гостей города. Стать участником можете и вы. С 21 по 25 сентября в спорткомплексе на генерала Хлебникова пройдут всероссийские состязания для художественных гимнасток на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких. Соревнования пройдут в групповых упражнениях и индивидуальных зачетах. А в парке имени Степанова оба выходных дня катаются велосипедисты. Будут детские заезды, кросс по пересеченной местности, а также будет парная эстафета. Старт в 11.00. К участию приглашаются все желающие. Станьте участником праздника и вы. А у меня все. Бодрых выходных. До свидания. Не мерзнете. Редактор субтитров А.Семкин